Здравствуйте! Сегодня мы отправились, пожалуй, в самое популярное место Самарской Луки. В разные времена здесь побывали такие известные личности, как Репин, Айвазовский, Шишкин, группа Рамштайн, король Швеции Карл XVI Густав и президент России Владимир Путин. Ширяево. Все здесь уникально. Место, природа, история. Название села говорит само за себя, поскольку оно находится в устье самого длинного оврага на Самарской Луке – Ширяевского. Длина его составляет 35 километров, а самое широкое место – 2 километра. Овраги когда-то назывались Буйраками, и 100 лет назад село Ширяево звалось Ширяев-Буйрак. Первые летописные упоминания о Ширяево относятся к 40-м годам 17 века, по другим данным, к 1528 году. Деревня Ширяев-Буйрак была основана Самарским дворемином Михаилом Филатовым на поместной земле, данной ему за службу. В 18 веке село, как и вся округа, отошло к графам Орловым. За это время статус населенного пункта менялся неоднократно – деревни Ширяево, село Ширяевское или Богоявленское по приходской церкви. Деревни, которые были по побережью Самарской Луки, жители этих деревень считали своим долгом, честью, объединившись, собрать денежки и поставить церковь. Тогда эта деревня превращалась в село. И, значит, вот это, кстати говоря, Ширяево носило одно время название Богоявленское, потому что здесь как раз стояла церковь на берегу, и волны вбили ее фундамент. И село тоже называлось Богоявленское. В те времена, кстати, и появилась на свет известная во всем мире русская песня «Калинка». Жители 15-16 веков, они решили, что колокола вот этих новых церквей побережных будут играть песню, народную песню, свою песню «Калинка-малинка в саду ягода, калинка-малинка росла». Вот, и, значит, пока одна из церквей не запоет «Ка», и не услышит другая «Ка», то она запоет «Линка-малинка», и все вот таким образом, такой перезвон был. Так почему иностранцы знают? Потому что это был великий транспортный путь. И пока они вот на своих корабликах 15-16 веков перемещались, там месяц проходил, поскольку они в каждом селе, с каждой церкви вот это все перезвоны слышали. Поэтому, представляете, с какой древности эта песня существует. А мы отправляемся на излюбленное место туристов – Попову-гору. Название горы произошло от того, что когда-то у подножия были владения местного священника. Сейчас Попова-гора – прогулочный маршрут национального парка «Самарская лука». Путевки сюда можно приобрести в информационном центре национального парка на въезде в село или у дежурного в начале экскурсионного маршрута. Налево пойдешь – на смотровую площадку горы Поповой попадешь. Направо пойдешь – познакомишься с историческим комплексом Волжской Булгарии. На верхней площадке, которая откроется, если пройти вверх и налево, мы прикоснемся к истории села. В 19 веке здесь начали добывать известняк. По скульптуре горняка можно представить, насколько был тяжелым труд рабочих на этих заводах. На нижней смотровой площадке расположен исторический комплекс, посвященный Волжской Булгарии. По Самарской луке проходила граница этого средневекового государства. На постаменте монумента «Булгарское наследие» или «Летящий барс» можно увидеть карту этого государства до его падения в 1236 году с началом Батыева нашествия. В 2023 году здесь установили конный памятник первому царю Катрагу. Здесь можно отдохнуть на скамейке любую с видами. Недалеко от Поповой горы находятся манящие своей загадочностью штольни. В Ширяево они являются памятником природы. Здесь в горах добывали известняк. Так и появились эти рукотворные пещеры. Штольни представляют собой взаимопересекающиеся галереи примерно 5 на 5 метров. Круглогодичная температура внутри 7 градусов. Видимо, поэтому штольни облюбовали летучие мыши. В Жигулевских пещерах обитает самая большая в Европе их колония. По словам экологов, посещение штолин в период их спячки может нанести большой вред рукокрылым. Тепло от людей, от фонарей поднимается к потолку и будет летучих мышей. Они просыпаются, тратят силы на поиск пищи, которой нет, и погибают. Напротив Поповой горы и Штолин есть еще одна гора. Вообще мы находимся в уникальном месте, в Ширяево, между двумя горами, Монастырской и Поповой. И рядом озеро Ерек. Это как бы остатки проволги. Окрестные земли когда-то принадлежали монастырю. Отсюда и получила свое название Монастырская гора. По одной из версий, 20-е годы прошлого века именно в Ширяево был закрыт последний мужской монастырь Самарской губернии. Он как раз и находился у подножия горы в барачной постройке. Потом там был леспромхоз. В 90-х этот объект был полностью уничтожен. Высота горы – 326 метров. На одном из ее склонов стоит поклонный крест памяти и покаяния, установленный в 1999 году. Некий полковник Дальнов, полковник Афганской войны, который был достаточно сильно ранен и сначала справлялся, а потом уже, в общем, такие боли были, что он пошел даже уже к батюшке. Вот, исповедовался, все. И, говорит, с ней с у меня один и тот же сон, что все время какие-то вспышки, и я оказываюсь в месте, где две горы, река, озеро и святой источник. Ну, батюшка так выслушал его, говорит, ну, попробуй, найди это место, может быть, тебе легче будет. Да, и крест на горе, и крест на горе, и я ставлю этот крест на горе. Ну, он, говорит, у тебя боли ищи. Вот, и он объехал и сибирские реки, и европейские, и вот, наконец, побывал у нас. И когда поравнялся с Ширяевым, он понял, что да, это то самое место. И он организовал, и действительно, даже фамилии его, и всех, кто участвовал в этом подъеме такого, знаете, ажурного креста. Да, если вы подниметесь на Монастырскую гору, вы увидите этот ажурный крест. Про эту гору существует легенда, рассказывающая про некие подземные пещеры, что, якобы пройдя по ним, можно оказаться на другом берегу Волги. А из-под земли можно услышать пение и колокольный звон. Надо только хорошо прислушаться. Чем же еще знаменита Ширяева? Памятным летом 1870 года в доме крестьянина Ивана Алексеева остановился живописец Илья Репин с младшим братом Василием и друзьями, художниками Евгением Макаровым и Федором Васильевым. В Ширяево был образован музейный комплекс, филиал Самарского областного художественного музея, ставший настоящей визитной карточкой села. Дом Репина является его частью. Репин спал вот на этой простой деревянной лавке, не пользуясь ни матрасом, ни подушкой, ни одеялом. Напротив Репина, на соседней лавке, расположился его друг Федор Васильев. Молодой художник обладал фотографической памятью. Ему дня не хватало, чтобы сделать все свои наброски и эскизы. Иногда, просыпаясь по ночам, Репин наблюдал такую картину, что друг Федор сидит за этим столом. И при свете керосиновой лампы по памяти со скоростью иглы швейной машинки делает свои наброски. Тут же в этой избе Репин отметил и свой день рождения. Произошло это 5 августа. Поэтому 5 августа в нашем музее сложилась традиция. Проводится всегда большая праздничная театрализованная программа, посвященная дню рождения великого русского художника. Там приезжает много гостей, артистов. Проводятся всевозможные мастер-классы, какие только можно придумать. Ну а здесь у нас художественная экспозиция, посвященная творчеству Ильи Фимыча Репина. Здесь находятся его наброски, эскизы, ранние работы художника, которые он сделал в преддверии написания полномасштабного полотна. Репин дошел до перевалочного бурлакского пункта. Со многими бурлаками познакомился, с некоторыми из них даже подружился. Бурлаки охотно позировали Репину, в отличие от местных наших сельчан. Местные сельчане в силу своей неграмотности были уверены, что если Репин их нарисует, тем самым он украдет у них душу и продаст их душу дьяволу. Поэтому всячески избегали и сторонились. А бурлаки были более прогрессивны, с удовольствием позировали. Приятным бонусом для них служил еще и тот факт, что Репин им приплачивал за каждый сеанс по 10 копеек. Ну а также здесь ранние работы художника. В преддверии написания полномасштабного полотна. Это «Бурлаки на Волге», «Бурлаки», «Идущий вброд» и «Шторм на Волге». Ну и, наконец, перед вами компьютерная копия в натуральную величину. Картина Репина «Бурлаки на Волге». Картина написана художником в период с 1870 по 1873 годы по заказу великого князя Владимира Александровича. Он же впоследствии купил эту картину художника. Главное требование для мужчин было, чтобы один мужчина в рывке мог тянуть 4 тонны. Вот здесь Репин изображает 11 человек. Соответственно, 11 мы умножаем на 4, получаем. Грузоподъемность этой барки в данном конкретном случае – это 44 тонны. 44 тонны эти люди тянут на своих плечах, невзирая ни на палящее солнце, ни на проливной дождь. У «Бурлаков» от этой суровой «Бурлатской лямки» буквально лопалась кожа. Отрывались внутренние органы. Некоторые из «Бурлаков», которые не рассчитали свои силы, вообще могли дорогой погибнуть. Но всегда люди нанимались на эту работу добровольно. Она, несмотря на адские условия труда и угрозы жизни и здоровью, «Бурлаки» очень хорошо зарабатывали. Это был их основной стимул и мотивация, чтобы они рисковали своей жизнью. Появление музея стало возможным благодаря жительнице села. В 1969 году Александра Федоровна Португальская, учитель биологии в Ширяевской школе, начала собирать архив и писать письма в Москву о необходимости создания музея в доме, где творил известный русский живописец Репин. Расскажите, как так получилось, что ваша мама начала собирать документы по созданию музея? Дело в том, что она очень женщина активная. Она ушла на пенсию, а работать с ней хотелось. Ее выбрали председателем уличного комитета. И она этим старушкам все время читала лекции. И однажды память о Репине она им принесла далекое, близкое. И оказалось, что они прекрасно это знают. Одна из женщин, Михайлова Лукерья, знала, что ее бабушка сидела, прабабушка, наверное, нет бабушка, сидела на берегу, и их Репин уже начинал рисовать. Другая старушка, она праправнучка этого Алексеева, и вся ее жизнь прошла в этом домике. Так что этот домик был всем известный, что ему больше 100 лет. А в это время дачники начали приезжать. Место-то красивое, скупали место, сносили старые дома и ставили свои вот эти особняки. Вот, и она поняла, что дом надо спасать. И начался непростой период хождения по инстанциям. Поселкового совета, Жигулевска, Куйбышева. Она написала в Москву. И не один раз. Ну, они не реагировали. Она опять писала в Москву. В общем, это длилось пять лет. С 68-го по 70-е. В 70-м они, наконец-то, приняли там решение, что надо увековечить память Репина в Ширееве. В 72-м году привезли мемориальную доску. Было торжественное открытие. И на открытии, естественно, приезжали все эти деятели культуры, которые от мамы отказали. А теперь они хвастались. Вот они добились, повесили эту мемориальную доску. Ну, вместе с ними приехал директор Куйбышевского музея Баса Анетты Яковлевны. В 1978-м году художественный музей под руководством Анетты Яковлевны Бас смог приобрести дом Алексеевых вместе с участком. Основная концепция музея – воссоздание облика крестьянской усадьбы середины XIX века. Официальное открытие дома-музея Репина состоялось 26 августа 1990 года. В село Ширяево можно попасть несколькими путями, начиная с конца апреля, самый простой способ – на рейсовом теплоходе или скоростном судне из Самары. Спортивные туристы могут взять велосипед на прокат в Рождествено и отправиться в приключения по козьей тропе через перевалы. Приехать на автомобиле из Самары или Тольятти в окружную через город Жигулевск можно в любое время года.